Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Сегодня мы с вами поговорим об очень нежной зоне вокруг глаз. Этот палантин тонкий, нежный и пушистый подходит как раз для этой темы. Когда-то мама связала мне его для того, чтобы я просто не замерзла на собственной свадьбе. Итак, у меня кожа довольно чувствительная, с очень сухой областью под глазами. Очень сухой. Поэтому я не могу использовать те средства, которые многие используют под глаза. Например, пудры, консилеры и так далее. Все, что сушит кожу, для меня под запретом. Коллаген с возрастом теряет способность удерживать кожу в более эластичном состоянии. И поэтому пружинки коллагена растягиваются, и поэтому кожа становится менее эластичной. А значит, более тонкой, менее упругой и сразу же на ней видны морщины. Я делаю для того, чтобы ранние мимические морщины, совершенно мне не нужные, не возникали у меня в этой области. Конечно же, это уход. В первую очередь, я бы хотела поговорить с вами об уходе. Гиалуроновая кислота в правильной консистенции, то есть жидкая. Вот такая вот, как в средствах от Хадалаба, которые я использую постоянно для лица. Тот или иной флакончик. Они могут выглядеть по-разному. Я приобретаю их в магазине Подружка. Также они есть во многих онлайн-магазинах. Чем мне нравятся эти средства? Они имеют очень правильную вот такую вот водянистую консистенцию. Видите, прямо течет капелька. В этих средствах настолько мелкие молекулы гиалуроновой кислоты, что они прекрасно проникают внутрь нашей кожи. Соответственно, натягивают на себя воду, влагу. Это средство помогает моей коже оставаться более-менее влажной в течение дня. Утром я наношу его на все лицо, включая зону вокруг глаз после умывания и тонизирования. И даже сейчас я его нанесла совсем чуть-чуть на руку, чтобы вам показать. И я ощущаю разницу между вот этой рукой и этой, куда я наносила это средство. Здесь она более увлажненная, не липкая, кстати, очень увлажненная, приятное ощущение на коже. Эссенция, сыворотка, лосьон, как угодно можно его называть. Тем не менее, он работает. Это первый вариант. И следующие целые три сыворотки, которые я хочу порекомендовать вам под глаза, для разных типов кожи. И все три мне прекрасно подходят. Использовала я их уже несколько тюбиков, и поэтому смело могу вам их рекомендовать. Из разных линейок одного производителя Ви Косметик. И разрабатывали эту косметику в НИИ, в Новосибирске. Когда я рассказала маме об этой косметике, она была очень сильно удивлена. И сразу же вспомнила, что когда-то была в составе проверок финансовых. Она раньше работала в очень серьезной финансовой структуре. Она проверяла, оказывается, этот НИИ. Работают там очень талантливые, умные люди, которые изобретают, изобретают новые, новые косметические продукты. Действительно хорошего качества, по очень и очень бюджетным ценам. Очень советую вам посмотреть. У меня есть целый ролик об этой косметике. Я была поражена, когда случайно обнаружила ее на просторах интернет. Это крем для век, 40+, но он такой в виде сыворотки крема. Очень нравится именно эта бифидосерия, потому что в ней есть лизатые бифидобактерии. Да, здесь полный комплекс, здесь очень хороший состав. Это натуральная косметика, которая хранится в холодильнике только один год. Обратите на это внимание. Прекрасные составы. Гиалуроновая кислота, базовые масла. Все натуральное абсолютно. Они чудесно наносятся, замечательно увлажняют кожу вокруг глаз. И вот средства с пипетками в очень простых упаковках. Стоимость их до 300 рублей примерно. Действие они оказывают потрясающе на область вокруг глаз. Кожа увлажненная, мягкая, такая, я бы сказала, упругая становится. Потрясающая вещь, очень советую вам попробовать. Этот крем мне очень-очень нравится. Он прекрасно ложится под макияж, не скатывается. И две сыворотки, также из разных серий компании Ви Косметикс. Это серия Косет Три. Я уже показывала вам эту сыворотку. Она у меня закончилась, и она очень нравится. Я приобрела ее снова. Потрясающая сыворотка с умопомрачительным ароматом. Это не все, конечно же, здесь не только приятный аромат. Действие на кожу просто потрясающее. Действительно, кожа становится напитанной. Она очень быстро впитывается. Кожа не сохнет, если я использую эту сыворотку. Под глаза с утра. Также я наношу этот точечный крем-мус против глубоких морщин. И его можно использовать на все лицо. В область носогубных складок, а также в области лба. Не забываю также наносить на периферию вокруг глаз, где могут образоваться лучики. Если я использую этот крем-мус утром, то в течение дня мне практически никогда не приходится отдельно еще накладывать крем под глаза. Как я вам уже говорила, иногда я так делаю, когда чувствую особенную сухость. Что содержится здесь? Конечно же, полностью натуральный состав. Также храним все в холодильнике. Здесь масло рыжика, пюре огурца, здесь какао, здесь кофейные экстракты, витамины А, С, Е. В общем, здесь очень много всего полезного именно для области вокруг глаз, по моему мнению. Это идеальное средство. Также его можно наносить на зону шеи декольте. А в особенности там, где образовались первые морщинки. Оставляю вам, естественно, все ссылки в описании. Нажмете на кнопочку еще под этим роликом и откроется полное описание. Посмотрите, пожалуйста, составы вас удивят. И третья сыворотка серия Гринни от Ви Косметикс. Вот так выглядит бутылечек. Посмотрите, пожалуйста. Это актив гидрант для век. То есть это специально только для век. Довольно жидкий, но немножко замерзает. Поэтому носик я вытащила капельку на тыльную сторону руки. Дальше я уже распределяю его мизинчиком вокруг глаз. Что он делает? Он замечательно напитывает кожу. Он ее разглаживает и он улучшает общий торгер кожи. В основе отвара зеленого чая растворены масла базовые, ши, какао и так далее. То есть здесь очень-очень много таких вот именно растительных компонентов, которые улучшают, как бы уплотняют кожу вокруг глаз. Следующее средство, которое я могу вам рекомендовать как увлажнитель. Средство фирмы Lancome. Вот такой вот наконечник металлический. И можно делать легкий массаж по массажным линиям вокруг с этой самой сывороткой. Сыворотка неплохо увлажняет. Не могу сказать, что эта сыворотка работает лучше, чем эти. Но для любителей Lancome или просто люксовые средства я могу рекомендовать. Но не вижу, честно говоря, разницы между вот этими средствами. Даже от Ви Косметикс мне нравится, честно говоря, больше по результату. Однако здесь есть такие люминесцентные частички. Если вам нравится такой эффект, легкий еще и с маскировкой чуть-чуть ваших морщинок вокруг глаз, то вот это средство вам подойдет. Наконечник всегда холодный. Им очень приятно делать массаж. Это жидкое средство, которое хорошо впитывается. Не секрет, если я скажу, что это не натуральная, естественно, косметика. Хранится она довольно долго. Но для любителей люкса вы можете также его смело пробовать. Оно хорошо увлажняет кожу вокруг глаз. И следующий крем, который я хочу вам порекомендовать. Это уже крем вокруг глаз. Это крем от Clinique All About Eyes Rich. К сожалению, в России не продается большая версия этого крема. Продается только 15 мл. Лично мне крем этот очень подходит для сухой, тонкой, возрастной кожи. Это гениально. Однако я знаю, что многие девушки с сухой кожей и с 20 лет им пользуются. И тоже очень довольны. У него абсолютно нейтральный аромат. Практически у всех средств сегодня будет нейтральный аромат. Пожалуй, за исключением вот этого средства Coffee Tree от V Cosmetics. Действительно, оно вкусно пахнет так, что хочется его скушать. Конечно же, это небюджетное средство. Стоимость его в районе 2,5 тысяч рублей за 15 мл. Оно, конечно, того стоит, поверьте мне. Но есть аналог, ну, скажем так, по составу, близкое к нему средство, более бюджетное. Это крем от Reviva Labs. Я показывала вам его. Я приобретала его на iHerb. Оставляю вам ссылочку также в описании ролика. Сейчас показываю вам фотографию этого средства. Оно у меня уже закончилось и было в пустых баночках. Гениально также питает, увлажняет. Не хуже, чем Clinique. Однако мне очень хотелось попробовать его. Много слышала хороших отзывов и решила, что, ну, наверное, один раз стоит все-таки попробовать именно вот это средство, чтобы сравнить. Могу точно сказать, что питает, увлажняет оно отлично. У нас очень холодно дома, поэтому вот такой вот палантин пришелся очень кстати. Следующий крем, который я хочу вам показать и порекомендовать. Потрясающий крем от Diopros. Это корейский производитель. Так он выглядит. Это спайдер-крем. Крем с паутинкой тутовых шелкопрядов. И нарисована, как вы видите, да, на коробочке. Вот такая вот паутинка. Конечно, более бюджетный, нежели Clinique. Экстенция у него такая гелеобразная. Как видите, он у меня уже заканчивается. Знаете, такой прямо нежный-нежный. Действительно, как шелк. То есть, вот очень похоже на шелк. Знаете, после этого средства кожа становится такая молодая-молодая. Очень хорошее средство. Мне очень нравится. Он у меня уже заканчивается. И, собственно, ему как раз на смену я и приобрела Clinique. Здесь довольно большой. Почти в два раза больше, чем Clinique объем. В районе тысячи рублей должен стоить вот такой крем. Если будет правильная цена, скажем так. Ну, то есть, тысяча плюс-минус сто рублей. Мне эта серия с паутинкой от Diaproze очень-очень нравится. Я также могу вам ее рекомендовать. Еще один крем, о котором я вам уже говорила. Это крем от 3W Clinique. Это японский производитель. У него есть небольшой охлаждающий эффект. Целых 40 мл. Он вот такой вот гелевой текстуры. Он очень хорошо распределяется по коже. По ощущениям он очень напоминает Diaproze. Однако, он такой более гелевый. Он очень здорово впитывается также. И он дает такой легкий отцвет. Если вы любите такие приятные ощущения увлажненности одновременно холодка, вы можете использовать его и на все лицо, и на зону декольте в том числе. А я им с удовольствием пользовалась в теплое время года. Сейчас я его откладываю в холодильник. И буду использовать более богатые, более насыщенные именно маслами средства под глаза. Хотела бы поговорить с вами о маске, которая хорошо глубоко увлажняет. И я бы так сказала, немножко скрывает, убирает синяки под глазами. Томализует циркуляцию крови. И немножечко подскрывает вены, у кого они очень сильно видны. Клоранс. Вот так она выглядит, да. Маска очень экономная. Нужно буквально каплю. Она не смываемая. Она совершенно не ощущается на коже потом. То есть, если вы чувствуете что-то лишнее перед нанесением макияжа, в принципе, вы можете протереть тоником. Но я использую ее раз примерно в неделю или два раза в неделю просто в качестве крема. Например, была какая-то поздняя работа, или я не выспалась, или, например, болела. И я хочу быстро привести свою кожу под глазами в порядок. Выглядеть немножко более свежей. Такое для меня средство SOS. Оно, конечно, не очень дешевое. В тысячу с чем-то оно стоит. Но оно настолько экономное. 30 мл, в принципе, это много. И она такая довольно густая, как крем. Она разносится, очень хорошо впитывается в кожу. Тех, кто любит люкс, я рассказывала в своем ролике о Клорансе. Обратите на нее внимание. Прекрасное такое SOS средство. Знаете, такое ощущение, что рука покрыта шелковым каким-то покрывалом. По крайней мере, у меня очень положительное ощущение от нее. Как средство SOS для борьбы с темными кругами под глазами. И какой-то вялой, дряблой кожей. Оно мне очень-очень нравится. Так, и теперь, конечно же, о базах, которые я использую для того, чтобы тональное средство не скатывались ни в какие морщинки. Не пересушивали мне кожу под глазами. Это Hydrating Under Eye Primer от ELF. Он очень удобный с дозатором. Обратите, пожалуйста, внимание. Он дает вот такой вот, я не знаю, видно вам или нет, розовато-бежеватый перелив. Что очень хорошо для тех, у кого есть синяки под глазами. Он чуть-чуть их подмаскировывает. Также вы можете его использовать вместо тонального средства, если не хотите в этот день наносить макияж. Это очень удобная вещь. Сидит немножечко силиконистую такую структуру. Прекрасно маскирует морщинки. И замечательно на нем лежит тональное средство. Любое. Косметику ELF я приобретаю на сайте iHerb. Это очень и очень бюджетная американская мечта. Я ее так называю. Следующее средство, которое я приобрела буквально вот на днях в Москве в магазине Ильдебате. So Cool Eye Stick. Охлаждающий, забавный такой стик в виде пандочки. Pandas Dream. Это корейское средство от производителя Tony Moly. Они славятся вот такими вот странными смешными упаковочками. Немножко ментоловый. Вот такой вот аромат у него. Он дает охлаждение, как я уже сказала. Он не виден, абсолютно не виден на коже. Я могу много раз его наносить, но вы ничего не увидите. Ощущение такой гладкой-гладкой кожи. Конечно же, это силиконовая основа. Но он тут довольно большой. Нужно его совсем чуть-чуть. В течение дня, если у вас есть какие-то ощущения, такие вот заломчики на коже, вы можете прямо вот так вот сверху его, вот чуть-чуть аппликативными такими движениями, и потом немножечко промокнуть. И вот какие-то морщинки вокруг глаз, они будут разглаживаться. В принципе, его удобно носить с собой, как такое корректирующее средство. Также наносить его под макияж, для того, чтобы макияж сидел идеально ровно. Есть такое же приятное ощущение охлаждения. Сейчас вот я чувствую на руке и чувствую под одним глазом, который нанесла. Тех, кто любит вот такие вот прекрасные, красивые упаковочки. Ну, в принципе, для возрастного макияжа силиконовая основа – это очень хорошая находка, мне кажется. Можно их использовать. Естественно, перед тем, как их использовать, я всегда наношу хороший питательный увлажняющий крем. И прекрасный, чудесный консилер от Ева Мозаик. Вот так он выглядит. Смотрите, здесь SPF 25 чудесно работает и зимой, и летом. Замечательное средство с высоким фактором защиты, что бывает нечасто в консилерах. Спасибо им огромное. Очень бюджетное средство. Действительно, маскирует абсолютно любые точки на лице, в том числе под глазами. Наношу его только до серединочки, на всякий случай, чтобы не сушил, потому что он довольно-таки плотный. Как вы видите, да, не капает. Активно прям так перекрывает, знаете, недостатки. Очень хорошо он разносится. Итак, самое вкусное в конце, самое главное. Что же я могу позволить себе со своей тонкой и очень сухой кожей под глазами наносить полностью на всю поверхность под глаз. И летом, и зимой, в любую погоду. Это средство от SkinFood. Я приобрела его на Herb. Он имеет такой лососевый, очень красивый оттенок, который прекрасно маскирует круги под глазами. Да, вот это то самое средство, которое нужно вам, если вы хотите убрать круги под глазами, чтобы они были совершенно незаметны. Это средство не скатывается. Сейчас он у меня под глазами. Его абсолютно не видно. Он очень приятный в нанесении. Однако он не течет, не летом, не застывает зимой, не скатывается в морщины. Это какая-то удивительная формула. Командак Circle Concealer. Кругленький, да, консилер. Вот такая вот баночка чудесная. SkinFood – это еда для кожи. Здесь очень много питательных, увлажняющих компонентов, полезных для кожи. Он в одном цвете. SkinFood – это корейская марка. Я очень люблю эту марку. Обязательно оставляю вам ссылочку на средства от SkinFood на сайте Herb. Воспользуйтесь, пожалуйста, скидкой для тех, кто еще не пользовался. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!